Ну, я думаю, что когда его выбирали Березовский и Абрамович, ну, конечно, надо сделать скидку на то, что президент Путин имеет привычку говорить «да всем». Ну, то есть, или кивать всем. Это у него профессионально, это у него от КГБ, там его научили это делать хорошо. И, видимо, он так хорошо кивал Бориса Абрамовича, что просто вот залез к нему в душу. Но вместе с тем, еще раз повторяю, да, президент Путин – это вовсе не человек, который хотел бы построить в России тоталитарное государство. Просто в силу некоторых черт характера, в том числе и слабовольности, соединенной с упрямством, как-то непарадоксально, и нежелание прощать когда-либо что-либо и признавать свои ошибки, и нежелание кого-либо увольнять вокруг себя, как-то непарадоксально. В силу того, допустим, вот одна из просто вещей, которая случается, президент Путин предпочитает назначать вокруг себя непрофессиональных и коррумпированных людей. Эта привычка править таким образом, он их назначает, как в КГБ вербовали агентов, чтобы на них был компромат. Но поскольку он их не увольняет за любой компромат или за любое то, что они сделают, то получается Бесланы, то получается Украина, то получается Абхазия, и никого не увольняют. Потом приходится как-то это объяснять. Начинаются разговоры о том, что мы провалились на Украине, потому что там действовала американская разведка. А вот в Беслане, конечно, ну тоже, наверное, американская. Или арабская, да? Скажите, вот Иванидзе, если не ошибаюсь, напечатал... Иванидзе.